Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре, посвященном использованию электронных ресурсов и образовательных платформ педагогической деятельности воспитателя и учителя. Сегодня на вебинаре мы с вами рассмотрим основные понятия, касающиеся электроннообразовательных ресурсов, какие вообще электроннообразовательные ресурсы есть, что появилось нового в 2024 году, годах. И также, значит, если останется время, покажу некоторые моменты в формате такого практик-ориентированного занятия, как тесты в онлайн-тестпаде, делать упражнения интерактивные в Learning App и как это можно делать с использованием, к тому же, еще и нейросетей. Если заметили, здесь вот есть такой QR-код, с помощью которого можно вступить в группу «Цифровой педагог». У меня есть такая группа, членство абсолютно бесплатное. Мы обсуждаем различные проблемы касательно образования, КТ. Я размещаю там какие-нибудь мастер-классы, также интересный контент и, в общем-то, сообщаю о каких-то мероприятиях, конференциях, курсах, которые проходят на бесплатной основе. Идем дальше. Итак, что же такое ЭОР, электроннообразовательные ресурсы? Определение. Начнем с обычных таких понятий. Это цифровые материалы и инструменты, используемые в образовательном процессе для поддержки обучения, преподавания и оценки знаний. По формату содержимого электроннообразовательные ресурсы делятся обычно на текстовые материалы, то есть это электронные учебники, статьи, заметки и методические рекомендации. И на предыдущих вебинарах Директ Академии я рассказывал также про электронные учебники, про программы, где можно это все создавать. Аудиоресурсы. Это подкасты, аудиолекции, аудиокниги, видеоматериалы. Всевозможные фрагменты, видеофрагменты, документальные фильмы, обучающие видео. И интерактивный ресурс. Это симуляция игры интерактивного упражнения, которое можно выполнять за компьютером с помощью смартфона, с помощью планшета, мгновенно получая обратную связь. Ну и графические материалы. Это всевозможная инфографика, диаграммы, схемы. Вот постараюсь охватить сегодня именно, где все можно взять для введения учебного процесса. Отдельно, значит, подготовил материалы для детского сада, для дошкольного образования, тоже можно будет посмотреть. Какие основные принципы использования электронных ресурсов в педагогической практике? Первый принцип, которым должны руководствоваться, этот принцип целесообразности и адаптивности электронно-образовательных ресурсов. То есть подбирая электронно-образовательные ресурсы, мы должны соответствовать определенным целям занятия и соответственно быть соответствовать также уровню знаний и возрасту учащихся. Принципы интерактивности. Всевозможные квесты, викторины, опросы, которым можно проводить презентации, дают нам возможность очень хорошо замотивировать наши учащихся, потому что, ну, во-первых, проходят в интересном формате, во-вторых, дают возможность получить сразу же оценку, обратную связь по усвоению того или иного элемента. Следующий принцип – это доступность и разнообразие материалов. Очень много сегодня создано всевозможных платформ, очень много создано разнообразного контента, который старается также, чтобы он соответствовал федеральным государственным образовательным стандартам. Ссылки также сегодня предоставлю. Дальше. Следующий принцип обратной связи. То есть каждый выбранный элемент электронно-образовательного ресурса, либо сам электронно-образовательный ресурс, должен давать учащемуся обратную связь. И, в принципе, после каждого применения желательно также проводить этапы оценки и рефлексии, то есть понять, что учащиеся усвоили, что учащиеся не усвоили, что понравилось, что не понравилось и так далее. Следующее – это актуальность информации. Понятно, что какие-то области знаний устаревают, электронно-образовательные ресурсы становятся также неактуальными, поэтому здесь надо следить за то, чтобы применяемые ресурсы соответствовали принципу актуальности. Мультимодальность – это возможность использования, скажем так, несколько элементов в самом электронно-образовательном ресурсе. Это и аудиоэффекты, мультимедиаэффекты, которые позволяют, во-первых, привлечь внимание, и повысить познавательную активность и мотивацию учащихся. Потому что мы имеем дело сейчас с таким поколением очень интерактивным детей, которые, ну, как бы, получается, живут в этой самой интерактивной среде, которые буквально с детского возраста пользуются смарт-телевизорами, смартфонами и так далее. Хорошо или плохо – это другой вопрос. Ну, констатировать нужно факт, что это действительно есть, и они совершенно, у них другие причинно-следственные связи в голове складываются по тому, как использовать, пользоваться общей информацией, искать информацию. И если так посмотреть за совсем-совсем младшим поколением, то, ну, вот сравнивать, например, с собой, со своим возрастом, то есть нам надо открыть какую-то инструкцию, все это прочитать, все это понять, какие кнопочки, что работать, серьезно подойти к делу, значит, в то время, как дети берут, и, значит, быстро раз-раз там телефон, какое-то устройство, гаджет буквально за несколько минут осваивают и умеют пользоваться. И также, соответственно, здесь можно поднять вопрос ценности самого, значит, именно знаньевого компонента, когда сейчас у нас есть всякие чат-боты, нейропомощники и так далее, значит, искусственный интеллект Алиса, которая, значит, ребенок говорит, Алиса, расскажи мне сказку, сказку, значит, расскажешь, или Алиса, найди мне, или посчитай то-то. Значит, и, соответственно, Алиса отвечает. И здесь, конечно же, в ближайшее время будут также, наверное, какие-то определенные титанические сдвиги в плане также и методики преподавания, значит, каких-то основных базовых дисциплин и так далее, как это все использовать. Но это другой вопрос, не буду дальше уходить в сторону. Итак, следующее – это вопросы конфиденциальности и безопасности, особенно это касается платформы, платформы для образования. Прежде всего, эти вопросы сейчас стоят остро, и необходимо, ну, соблюдать соответствующие российские законы в плане того, чтобы все данные хранились на серверах и на отечественных платформах. С 1 сентября, например, вступило в силу постановление по, значит, утверждению порядка, порядка реализации дистанционных образовательных технологий, где прописано, что системы, платформы дистанционного образования должны быть в реестре отечественного ПО и, соответственно, располагаться на отечественных серверах. Понятно, что это персональные данные и так далее, чтобы не было каких-либо утечек. Поэтому здесь надо тоже это учитывать. И следующий момент – это сотрудничество и коммуникация. Значит, все электронно-образовательные ресурсы предусматривают такой момент, что необходимо, применяя эти средства, необходимо налаживать корпоративное учебное взаимодействие с учащимися как в группе, так и в системе учителя-ученик, и также использовать средства коммуникации, которые здесь предполагаются в данном электронно-образовательном ресурсе для поддержания интереса, для оценки самостоятельной работы, ну и, соответственно, для тюдерского сопровождения. И следующий принцип – это индивидуализация обучения. Появляется уже много, чем всевозможных платформ, ну, по большому счету, это платформа зарубежная, где применяется адаптивное обучение, например, платформа Coursable, где можно собрать курс для взрослого, для ребенка, и в зависимости от того, как он занимается, система сама подбирает материал, применяя искусственный интеллект. У нас, ну, одна из самых таких популярных – это платформа «Математика-01» называется, «Матч-01», где тоже отечественная платформа по формированию математического знания, как раз применяется такой индивидуальный и адаптивный подход. Ну, и, конечно же, если у нас есть система «один ученик», «один компьютер», например, в образовательных учреждениях, мы можем индивидуализировать обучение, дифференцировать обучение и давать каждому ученику какое-то упражнение, задачу для выполнения. Идем дальше. Методы интеграции электронных ресурсов в традиционный учебный процесс. Первое – это использование интерактивных платформ. У каких-то школ уже эти платформы есть, где-то для школ предлагаются, значит, такие школы, как Мэш, Рэш, Фоксфорд. Дальше также используются какие-то свои платформы в образовательных учреждениях различного формата. И здесь как раз именно говорится о том, что не подменяем традиционный учебный процесс, а внедряем, то есть сделаем процесс смешанного обучения, задаем домашнее задание, контролируем самостоятельную работу, выполнение домашних заданий и так далее. В конце нашей презентации я расскажу об одном учебно-методическом труде, где показываются различные формы именно внедрения в учебный процесс школы. Дальше. Внедрение мультимедийных ресурсов на уроки. Сейчас это уже не в дековинку. И сколько вот общаясь с учителями, у нас различные курсы проходят учителя, иногда выступая и же на конференции. Проблем нет. Фактически в каждой школе, с кем я встречаюсь, уже не представляют свою работу без мультимедиа, проектора, экрана или интерактивной доски, чтобы что-то показать. То есть уже, говорят, непривычно работать, если просто доска имел, соответственно, как бы настолько уже привыкли, делают презентации, используют готовые ресурсы и все это применяют на уроке. Конечно, у детей это вызывает высокий интерес, значит, возрастает сразу познавательная активность, потому что любой урок можно сделать таким интересным, красочным, увлекательным. И третье. Это онлайн оценивание и обратная связь. Здесь, как правило, мы частенько используем тестовые всевозможные системы, опросы, которые можем непосредственно, значит, показать и приметь на занятия. Проектная деятельность. Для совместной проектной деятельности мы здесь обычно используем какие-нибудь умные карты, либо вот сегодня продемонстрировали досковый сбор, где можем тоже организовывать рабочее пространство. Индивидуализация обучения. То есть мы можем давать с помощью, давать усложненные задания какие-нибудь, или, наоборот, более простые задания, используя образовательный контент для соответствующих учеников класса. И также можем обучать через создание контента. То есть, ну, есть такая поговорка у методологов. Хочешь научиться чему-то, создай курс, да, то есть погрузись в эту область. Но здесь, конечно, речь идет о детях, поэтому можно рисовать всевозможные плакаты, делать постеры и так далее, и на уроках, или давая самостоятельную работу. И, соответственно, как бы происходит задействование сразу нескольких каналов восприятия информации, и моторика рук, и зрение, и слух, и как бы лучше запоминается эта информация, лучше усваивается. Идем дальше. ИОР для обучения. Рассмотрим образовательные платформы, здесь есть ссылки. Наверняка все уже знают про эти наши ресурсы. Это российская электронная школа, реш.иду.ру. Учи.ру, тоже активно используется нашими педагогами. Московская электронная школа. Учебник МОС.РУ. Дальше Яндекс.Учебник. Яндекс.РУ.ЛИКЕШНО. И Сириус.Онлайн. Бесплатные курсы для педагогов и школьников. Иду с Сириус.Онлайн. Следующий момент. Я бы хотел еще заострить внимание на онлайн-школе Фоксфорда, где у меня тоже дети учились. Мне очень понравился там контент. И, в принципе, этот контент в своем доступе. Можно готовиться к экзаменам и какие-то развивать личные навыки. Обратите внимание на foxford.ру. Это не реклама. Это действительно интересная вещь. Дальше. И полезная. Следующее. Это EOR для самообразования. То есть то, что необходимо и ученикам, и нам. На что следует обратить внимание? Значит, Skillbox. Платформа Skillbox. Я неоднократно тоже учился на данной платформе. Какие-то курсы прошли. Ну, действительно, хорошие. Где-то что-то есть. Какие-то недочеты. Но, тем не менее, значит, мне данная платформа тоже нравится. Следующая. Это платформа Udemy. Платформа с множеством курсов по личностному развитию и профессиональному навыку. Udemy.com. Geekbrains. Платформа с курсами по IT и цифровым профессиям. Нетология. Тоже известная платформа. Современная профессия. Тоже можно рекомендовать детям ее, что-то с вами изучать. Ну, и два последних ресурса. Это то, что, в общем-то, бесплатно. Платформа бесплатного дистанционного обучения. Называется Intuit.ru. Я частенько сам тоже захожу в эту платформу. Если я готовлюсь к занятиям. Значит, ищу контент необходимый. Смотрю, пересматриваю контент. Дело в том, что понятно, что мы закончили наше высшее образование где-то в конце 90-х годов. Уже все далеко ушло вперед. И бывают появляются какие-то дисциплины, где приходится подтягивать. Поэтому лично я туда тоже частенько захожу. Ну, и есть еще Литрес сам издат. Предлагает доступ к книгам, материалам по саморазвитию и, соответственно, личностному росту. Идем дальше. Что еще хотелось бы вам порекомендовать? Это цифровообразовательный контент от Иннополиса. edukon.ru. Каталог цифровообразовательного контента. Единый бесплатный доступ к материалам ведущих образовательных онлайн-сервисов России. Тоже посмотрите. Дальше. Виртуальная лаборатория. Есть виртуальная лаборатория МЭШ. Московская электронная школа. Томского политеха. Тоже интересная. Значит, здесь вот все ссылки активные. Я только некоторые привел. И вот здесь вот, в принципе, виртуальная лаборатория, скриншот виртуальной лаборатории практически работают на углубленном уровне основ общего образования. Вот ссылочка есть. content.adso.ru.lab. По математике, по физике, по химии, по биологии. Ну, виртуальную лабораторию работы можно использовать, когда у нас нет базы, материально-технической базы достаточно, чтобы показать какие-то опыты и так далее. Все это можно показать в виртуальном мире. Либо это сделать в компьютерном классе, либо это на каком-то компьютере в аудитории, либо отлично будет, если у нас, конечно же, есть в школе система, система один ученик, один компьютер, или один ученик, один планшет, где можно все это загружать и, соответственно, выполнять. Значит, вот здесь вот сайт виртуальной лаборатории работы от Томского политеха, тоже довольно интересная. И я перехожу к тому, что появилось нового. Дело в том, что я уже не первый раз провожу такие вебинары по подобной тематике, поэтому я много чего... То есть, ну, в предыдущих записях на канале YouTube и когда я на канале Директ Академия, они есть, я с Директ Академией сотрудничаю где-то, наверное, уже больше трех лет и постоянно делаю какие-то обзоры, вот такие вебинары. Там это все есть, поэтому я стараюсь не повторяться. И сегодня вот как раз я тоже расскажу о том, что появилось новое. Итак, первое, это для начальной школы, называется ресурс Начинайзер для учеников первого и четвертого класса. Здесь вот активная ссылочка, презентацию можно скачать и, соответственно, перейти. Значит, создана на базе программы Школы России и позволяющим детям в игровой форме повторять и отрабатывать, отработать продленный материал. Ссылка, откуда взята, ну, указана в конце нашей презентации. Дальше. Следующий называется Учим стихи. Тоже сервис, который содержит тексты, вспомогательные материалы, сделаны профессиональными актерами аудиозаписами стихов из программы. То есть сервис помогает эффективно, значит, вызывать память, учить стихотворения. Следующее – это лаборатория проектов. Ресурс посвящен, значит, созданию проектной деятельности и позволяет учителю организовать обучение школьников пятых-одиннадцатых классов и, в общем, реализовать данный проект. Следующее – это домашние задания. Есть такие вот виртуальные сервисы домашних заданий, виртуальные, так скажем, тетради по предметам. И данный сервис помогает учителям автоматизировать выдачу и проверку упражнений на дом, а также включает защиту от списывания. Есть такие, вы знакомы с этими ресурсами, которые, скажем так, ученик просто бездомно списывает, и в итоге это не есть хорошо. Здесь как раз есть такая защита. Дальше. Следующий момент – это аудиоучебники. Аудиозаписи учебников школьной программы. Тоже ссылочка активна. Можете нажать «Посмотреть». Следующий ресурс – это умный тренажер. Называется «Я сдам ЕГЭ», который помогает старшеклассникам повторить теорию, разобрать алгоритмы решения самых сложных заданий ЕГЭ и отработать эти решения. Есть разные тарифы. Бесплатные, пробные. Есть и так платные тарифы. Поэтому я говорю там, что если где-то есть возможность бесплатно использовать, я их, соответственно, привел. Следующий ИОР для разработки собственного контента – это называется сервис «Удоба». Кто знает, поставьте плюсик в чате. Я неоднократно о нем говорил, но чтобы его реально изучить, нужен целый вебинар, да еще не один, чтобы освоить все элементы, которые там представлены. И, соответственно, этот сервис разработан у нас в России Пермским университетом. И там есть очень много готовых материалов и также есть конструктор определенных видов ресурсов. Например, мы можем создавать тесты, викторины, квизы, квесты, даже так называемые таймлайны, временные оси, всевозможные головоломки, и так далее. И все это, как получается, позволяет с использованием обученной технологии по ссылке учащимся раздавать, заходить, отслеживать их выполнение. Очень огромный, большой конструктор учебных материалов. Это хорошо, что он в России у нас такой появился. Следующий – это недавно тоже появившийся ресурс. Это конструктор квестов интеллектуальных игр, называется Joyetech. Тоже можно и квесты сделать, и интеллектуальные игры, викторины, и играть в тренды, даже есть сервис проверки тестовых, тестовый сервис проверки знаний. Следующий момент – это квест-отдел, конструктор квестов. Здесь тоже можно создать какой-то квест в игровой форме и, соответственно, отправить учащимся для прохождения. Как в качестве для самостоятельной работы, для домашнего задания, для закрепления материала. Или можно даже использовать это на уроке, сколько времени урок уделить, для того, чтобы поиграть и привлечь учащихся. Е-треники тоже. Этот аналог зарубежного Learning App, конструктора тренажеров. Здесь тоже есть разные моменты, но в основном связанные с лингвистикой, то есть с какими-то играми слова. И, соответственно, есть, конечно, сервис Cartofan, который позволяет отнести с объектами на карте. Есть всевозможные упражнения, связанные со словами. И, например, удалить личный, то есть убрать личный предмет. Но пока он в таком виде и, в общем-то, находится в стадии развития. Ну и конструктор интерактивных упражнений. Это зарубежный сервис, но доступный для нас. Называется lernixapps.org. И я могу сейчас переключиться и сделать обзор непосредственно вот в этой системе. То есть надо авторизоваться. Здесь есть, на которые... Так, давайте, во всяком случае, выключи свое изображение, чтобы ничего не тормозилось. И, соответственно, здесь вот доступны языков, на которых можно создавать ресурсы. Здесь есть все упражнения. Например, можно посмотреть по предметам. Пожалуйста. Найти какие-то готовые варианты. Например, русский, как и иностранный язык. То есть здесь очень много упражнений уже создано. И можно создавать свои упражнения. Называю новое упражнение. Здесь есть упражнение найти пару. Классификация, хромологическая линейка, простой порядок, сортировка картинок, ввод текста, викторины, заполнение пропусков, типа заданий. Включить какой-то аудио-видео контент, сделать игру, кто хочет стать миллионером, пазл угадайка, сделать кроссворд, сделать слова из букв. Такой географический сервис, где находится какая-либо страна, либо город. Угадай слово. Формат скачки, то вперед, да. Игры-палочки, оцените, викторина с вводом текста, заполнение таблиц, таблица соответствия. То есть очень много всяких всевозможных форматов. И для дошкольного образования тоже очень активно можно это использовать. Например, так, сейчас. Я авторизуюсь, вот, выбросил. Зайду. Вот мои упражнения. Здесь вот, например, такие простенькие упражнения. Например, найди пару. Найди пару. Как его сделать? Ну, называем как-то найди пару. Можно добавить здесь слово попугай. Это описание. И сюда тоже так вот скопируем для названия. Дальше. Можно выбрать картинку, в которой пар нам здесь правильный ответ указываем. Выбираем картинку. Выбираем, либо нажимаем здесь, значит, выбираем изображение, каких-то. Либо просто перетаскиваем сюда изображение, либо указываем ссылку, либо используем материал, который есть в соответствующей базе. Дальше. Сюда добавляем лишние элементы, которые не совпадают, тоже по такому же принципу. Перетаскиваем. И здесь также мы можем изменить размер изображения, как мы хотим, увеличить, меньше. То есть такой устроенный получается графический редактор, что-то можно дорисовать, дописать, добавить какие-то фреймы, что-то можно даже самим не создать. Дальше. Можно указать подсказки, если нужно. Соответственно, голосовые подсказки произнесутся голосом. Дальше. Можно выбрать, удалять правильно составленные пары, если их много. Можно здесь также, как выставлять карты, карты друг на друга, карты бок о бок. пусть будет. И обратная сфера. Здорово, нашел правильное решение. Можно написать еще помощь. Сохраняем упражнение. То есть все очень легко, интуитивно, понятно. Заходим в упражнение. Вот у нас «Найди пару попугаян». Нам ребенок должен найти пару из этих изображений. Ну, соответственно, вот так вот переносим. Это можно делать на планшете, это можно делать на телефоне. Это можно делать на интерактивной доске либо на интерактивной фазовой. И здорово, ты нашел правильное решение. Как предоставить доступ? Здесь вот есть ссылочка. Копируем и отправляем. Почему говорю об этом сервисе? Потому что здесь надо вводить никаких персональных данных, по идее, ну, таких серьезных, поэтому запрет нет. использовать можно. И есть QR-код для того, чтобы можно было щелкнуть смартфоном или куда-то и перейти в соответствующее упражнение. Кроме этого, есть, например, задание нового порядочивания. Значит, здесь мы загружаем, нажим кнопку «Доработать упражнение». Значит, здесь также загружаем карточки, картинки, сюда вот нажимаем и перетаскиваем цифры, которые есть, например, да, редактируем размер. Дальше можно выбрать, как размещены у нас карточки, сверху вниз, свободно, слева направо и здорово, ты выполнил задание. Также сделать комментарий. Сохраняем упражнение и вот у нас карточки перемешаны. Если есть интерактивная доска либо планшет, ну, соответственно, вот переносим таким образом цифры и нажимаем кнопочку «Отправить на проверку». И здорово, ты верно выполнил задание. Дальше еще можно сделать задание на распознавание предметов. «Узнай предмет», например, или соответствуй предметов, хоть как. Выбираем картинку, с которой мы будем сравнивать и выбираем элементы, которые мы будем сравнивать с этой картинкой. Вот здесь перетаскиваем. То есть, например, у нас будет картинка «Ложка-вилка-нож» и по отдельности «Ложка-вилка-нож». И вот по отдельности загружаем сюда, сюда ставим метку на соответствии этой картинки. И также пишем отзыв, если нужны инструкции, сохраняем упражнение. Переходим и начинаем выполнять данное упражнение. Так, вот нажимаем на этом метке и, соответственно, сюда вилка «Выбрать». Так, «Нож». Это совсем простые я сделал. Так-то можно, конечно, усложнить картинки-рисунки и, соответственно, отправляем, делаем, значит, отправить направку и система выдает, что «Молодец, ты хорошо решил». Также все это отправляется по ссылке, можно отправить детям, и они могут поработать. Очень много здесь всевозможных решений по разным дисциплинам. Можно найти и готовые решения. так, ну, переходим к нашей презентации. Лена Павловна спрашивает «Цифровой педагог». Да, я потом в конце презентации будет ссылка, вы, кстати, можете скачать, там все адреса есть. Идем дальше. Итак, EOR для коммуникации, то есть интерактивная доска. Ну, у нас есть определенные сложности. Во-первых, были интерактивные доски, это Google Smartboard, который мы использовали. Google решил этот сервис закрыть, и была доска мира, тоже наши соотечественники создали эту доску. Теперь эта доска не стала доступной для нас, но появился очень хороший сервис, который называется российская власть-доска для бизнеса. Ну, я бы не сказал, что для бизнеса она больше подходит, для обучения называется SBO. И что самое интересное, там можно иметь при регистрации доступ к трем бесконечным доскам. Это все бесплатный доступ, как в мира. И можем данные из мира тоже перенести. Давайте тоже продемонстрировать экран. вот у меня эта доска. Здесь три доски. Вот я, например, сегодня тоже создавал доска имени Курчатова. Кстати, доска автоматически создается и присылается имя какого-нибудь известного писателя или ученого. Так вот, здесь на этой доске можно размещать различные материалы и, соответственно, по ссылке делиться, давать доступ ученикам, чтобы они заходили, видели и организовывать коллективную работу. Кроме того, можно также делить на сектора. Значит, эту доску, например, здесь делает Петя Иванов, здесь Ваня Петров и так далее. И выполнять какие-то задания. На доске можно активно писать, рисовать. Можно вставлять вот такие шаблоны. Здесь они разные есть. Я вот здесь выбрал, например, шаблон генерации идей. И, пожалуйста, у меня вот такой здесь формат комбана. Значит, здесь можно заполнять уже в готовом шаблоне что-то, какие-то идеи. также можно здесь рисовать всевозможные линии, рисовать фигуры, соответственно, делать какие-то, прорисовывать шаги. И еще раз повторюсь, все это можно делать бесплатно. Также можно вставить стикеры, напоминалки какие-нибудь. Также можно добавлять какие-нибудь изображения картинки, которые можно редактировать. Не знаю, что у меня тут интересного есть. Ладно, потом в другой раз. Значит, чтобы сэкономить время, все успеть рассказать. И можно также печатать тексты. Значит, здесь какие-то. Ну, соответственно, здесь давать ссылки на текст и делать выравнивание и цвет текста. Менять. Делать фреймы, то есть выделять какие-то определенные поля на таблице, акцентировать внимание, делать соответствующие таблицы. Вот таким образом. Можно использовать доску, соответственно, делаем доступ для анонимных пользователей, либо, значит, для тех, кто должен зарегистрироваться, копируем ссылку, отправляем нашим ученикам. Очень радостная, скажем так, вещь о том, что новость, о том, что такая доска у нас появилась, это отличный ресурс. Идем дальше. Следующий у нас это ментальные карты. Я, например, пользуюсь ментальными картами Минтмистер. На занятиях, ну, на высшей школе там проводим всякие семинары, учебные вебинары с нашими студентами, скажем так, студентами, и мы конкретизируем, то есть разделяем область на какие-то область обсуждений на какие-то ветки, дальше, еще дальше, и строим такие вот деревья. Например, мы применяем метод персонажей для разработки линьер-пэйдж, посадочных страниц, и там, соответственно, берем предмет область, например, персонаж хочет приобрести, например, какой-нибудь курс английского языка, да, и, соответственно, раскладываем, значит, какая целевая аудитория, это студенты, это школьники, это взрослые, это туристы, и каждого персонажа можно также разложить по, значит, характеристикам, его проблемы, боли, зачем он идет на этот курс, его особенности, ну и так далее, то есть критерии удовлетворения потребностей, первичные, вторичные, можно все это разложить, и создав такую умную карту, можно спланировать какие-то выгоды, например, для того, чтобы это внести потом на соответствующий лейдинг, то есть показать заголовку, там подзаголовку и прочее, то есть вот так вот можно использовать ментальные карты на занятия, то есть раскладывать какие-то идеи, детализировать их и, соответственно, сделать такой совместный доступ к этому ресурсу для коллективной работы, в том числе для проектной деятельности. Идем дальше. Средства для коммуникации. Ну, очень появился сервис качественный, который сейчас работает, ВК-звонки, call-smail.ru, в итоге превратился в ВК-звонки, значит, тоже мы использовали. И сейчас нет проблем в создании презентации на тысячу человек. Спокойно можно проводить, и все это бесплатно, все это автоматически сохраняется непосредственно в сервисе ВКонтакте. Все создается очень легко и просто. Дальше. Яндекс. Телемост тоже вырос в этом плане и появилась возможность записи видео. И также бесплатные трансляции можно проводить, то есть контактировать и так далее. Дальше ВК-мессенджер для общения. Сразу говорю вам, что дорогие коллеги, уходите от WhatsApp. Небезопасна эта штука WhatsApp. И очень много случаев мошенничества именно социального инжиниринга связано с тем, что данные могут уходить непосредственно из этого мессенджера. Тем более, что WhatsApp поддерживается организацией экстремистра организации мета сейчас. Поэтому настоятельно не рекомендую распространять в данном мессенджере какие-то персональные данные, списки учеников, телефоны и так далее, чтобы это не оказалось на стороне злоумышленников. Да и вообще я говорю не только про WhatsApp, но и про все социальные сети, потому что ничего, скажем так, невозможного защищенного нет. И тот сервис, который рекомендуется, это значит VK Messenger, который можно использовать в школах. Дальше следующее у нас это Sphereum, это целая информационно-коммуникационная платформа, здесь можно общаться с учениками, коллегами, обмениваться файлами, онлайн-звонки, хранить документы в облаке. То есть это отечественные сервисы, которые отвечают именно закону, в том числе о персональных данных. Дальше следующий момент EOR для контроля знаний. Ну один из самых сервисов, который я очень часто использую, даже на своих занятиях, называется Online Test Path. Сейчас его продемонстрирую в живом виде, и здесь также есть сервис банк-тестов, называется, да. Тоже обратите, где собраны различные бесплатные сервисы, банк-тестов. соответственно, здесь можно посмотреть также уже готовые варианты банк-тестов.ru, то есть здесь можно создавать, и соответственно есть бесплатные банк-тестовых заданий. Но кто его создавал? Здесь, конечно, надо верифицировать, проверять, поэтому лучше создавать можно самим. И вот здесь я сейчас переключусь на Online Test Path. включаю демонстрацию крана и быстренько покажу, как можно создать тест с Online Test Path. Но я не буду показывать регистрацию, там все понятно. Соответственно, здесь мой профиль приводится. Я здесь могу выбрать различные форматы. Так, вот они здесь. Могу создавать опросы, тесты, кроссворды, диалоги, комплексные задания, даже уроки, даже есть своя система СДО. Здесь надо добавлять организацию, чтобы организация заключила договор. Но уроки, пожалуйста, здесь можно использовать свои, есть также уроки, которые можно найти в готовом варианте. Я, к сожалению, не смогу показать всю процедуру в уделенное время по созданию уроков, но можно создавать уроки, которые можно предоставить данные, размещать материалы, тексты, презентации, упражнения и так далее. Я покажу, как создавать тесты. Для того, чтобы создать тест, необходимо добавить такую кнопочку, называть, давайте назовем компьютерные сети. Как раз веду сейчас у заочников. Компьютерные сети. Выбираем, значит, какой-то тест психологический, личностный. Я выбираю образовательный. Нажимаю кнопочку добавить. Вот у меня появилась ссылочка на тест, который здесь я должен отправить своим ученикам, например, в какой-нибудь группе Telegram или еще где-нибудь там сферу ВК. Соответственно, могу открыть тест, чтобы он был доступен для прохождения. Или закрываю. Могу также опубликовать на сайте, чтобы кто-то взял и использовал в своей работе. И нарисовать обложку. Можно использовать такой вот сервис, который называется Кандинский 3.1 или Fusion Brain. Здесь я с помощью нейросети нарисовал картинку. Картинка создалась, буквально перед вебинаром, чтобы не тратить время. Скачаю эту картинку и попробую ее сейчас сюда загрузить. Давайте так вот загрузим. Сохранить. У меня будет такая обложка моего теста. Дальше я перехожу к вопросам. И здесь у меня есть большая кнопка создать вопрос. Вопросы здесь одиночные, множественные. Вот числа, вот текста, параметризованная задача, ответ в свободной форме, открытой. Вот здесь очень много всяких вариантов. Можно выбрать любой из этих вариантов и задать, создать. Я же использую, например, искусственный интеллект, например, Perplexity. и перед занятием я давайте так, давайте заново создадим Perplexity.ai и здесь давайте напишем промт запроса нейросети действуй как преподаватель компьютерных компьютерных сетей дисциплины компьютерной сети напишем дисциплины компьютерной сети значит сделал и сюда напишу значит создай то есть указали роль создай тест напишу 5 из 5 вопросов можно 20 и 50 написать из 5 вопросов значит вопросов в закрытой форме закрытой форме точка в каждом в каждом вопросе должно быть 4 ответа закрытой форме так тест так ответы должны содержать множественные выборы или критерии может напишем укажи правильный ответ правильный ответ нажимаем стрелочку и вот он нам сгенерировал ответы которые здесь в общем-то представлены можно скопировать сразу в Word документ можно например здесь копируем переходим сюда выбираем множественный выбор вопрос пишем текст вопроса дальше выбираем 4 ответа и сюда можем скопировать давайте так вот сделаем быстренько раз делим так и ставим соответственно правильный ответ да выставляем балл сохранить ну соответственно вопрос готов добавляем также следующий вопрос и выбираем также ответ я не буду все делать и соответственно добавляем ответ еще раз просто продемонстрирую и сюда ну конечно же проверьте правильный ответ потому что может быть галлюцинация будет поэтому желательно все-таки проверять все значит ответ создан дальше быстренько создаем тест накидываем и в принципе по статистике можем отследить результаты прохождения по ссылке так и также результат выставлять оценку по результату теста вот здесь оценка если нам не нравится шкала мы здесь выбираем шкалу соответственно меняем эту шкалу по проценту правильных ответов или по количеству набранных баллов значит и в принципе ну и все можно сделать ручную проверку можно кстати начальная страница здесь можно добавить инструкцию к тесту нажать карандаш написать что нужно делать как правильно выполнять задание и так что еще тут можно сделать сейчас покажу так а вот здесь да здесь можно передачу теста сделать своему коллеге организовать совместный доступ ну и соответственно выгрузить бланк на бумаге провести тестированный бумагой нажимаем скачать и соответственно тест выгружается вот такой интересный сервис здесь еще есть также еще раз повторюсь есть возможность создавать создавать не только тесты но и уроки интерактивные так про это я рассказал дальше ну подходим к завершающей стадии я еще покажу там чат-бот в телеграме и в общем преимущество использования электронно-образовательных ресурсов в педагогической практике первое ну это же конечно повышение эффективности образовательного процесса например особенно в плане оценки знаний я сейчас показал очень быстро можно создать какой-нибудь опрос квиз так называемый да тест и значит проверить знания в начале урока либо в домашнем знании либо в конце урока и так далее это индивидуализация обучения то есть например мы можем выделить нас какие-то ученики выделяются просто идут вперед им легко подается материал мы можем подготовить для них какие-то электронно-образовательные ресурсы с интересными углубленными заданиями и отслеживать их выполнение и соответственно значит консультировать их по их выполнению доступ к разнообразным учебным материалам то есть дает нам возможность сделать урок не скучным интересно увлекательно и расширение также возможности для самообразования и развития навыков самостоятельной работы учащихся то есть можем наполнить материал стимулировать какой-то интерес к каким-то интересным ресурсам не ресурсам профессиям да то есть ну например разработка каких-нибудь там посадочных сторон сайтов да то есть по информатике заинтересовались сказать что вот есть ресурсы есть курсы бесплатные где можно пройти соответственно значит где-то что-то помочь потому что значит и они могут это научиться увлекательно значит делать и даже начать еще и зарабатывать на этом идем дальше какие мультимедийные элементы наиболее эффективны для привлечения внимания ну это конечно же прежде всего визуальные элементы видео аудио интерактивные элементы всевозможные гифки короткие анимации инфографика ну и соответственно конечно же если есть возможность виртуальной дополненности на полной реальность это всевозможные шлемы VR для того чтобы делать упражнения это вообще классная штука увлекательная штука но пока недоступная для скажем так для всех дальше для дошкольников для дошкольного образования здесь тоже присутствие педагоги детских садов дошкольного образования поэтому я тоже для вас подобрал как раз ресурсы это разыгрушки все ресурсы связаны с тем что здесь очень много всяких раскрасок всяких сказок материалов музыкальных компонентов минусовок плюсовок здесь вот baby разыгрушки baby news для тренировки моторики руки это origami учимся играя значит солнышко детский портал с развивающими играми материалами обучающий развивающий материал детки уч развивающие игры для детей развивающие материалы почемучка вот здесь огромное значит перечень на этих ресурсах образовательного контента различного характера то есть и для рисования и для пения и для развития развивающие игры сказки интерактивные игры можете вот здесь по ссылочкам пройти взять и так далее я тоже эти ресурсы рекомендую те кто у нас проходит курсы ИКТ вот на моем курсе обучается УЗИ здесь тоже можно вот прямо с курса взял да еще наверное челя-предметники зададут вопрос сейчас минуточку я скину потом отвечу в конце на все ваши вопросы вот здесь вот в чат я кидаю с моего Яндекс.Диска есть ресурс где можно именно по предметам посмотреть то есть ссылки по предметам я конечно давно не проверял ну где-то пару месяцев наверное не заходил но бывает так что просто ресурсы закрываются но вот здесь вот именно ресурсы по предметам взять можно там английский математика у меня собрана подборка возьмите и пользуйтесь я поэтому там их очень много я не стал здесь выводить на презентацию просто невозможно это презентация будет из 50 там еще плюс там 25 слайдов поэтому вот здесь из вордовского документа скачайте возьмите и пользуйтесь дальше следующий момент практические рекомендации по созданию и применению интерактивных заданий упражнения с использованием интерных ресурсов то есть ЭОР как использовать первое что мы должны делать с вами уважаемые коллеги это определить цель и задач то есть мы должны четко поставить цель перед созданием интерактивного задания важно определить то есть какие навыки знания вы хотите развить у учащихся это поможет вам выбрать подходящие форматы и контент и также адаптировать потребности к уровню знаний учеников и к возрасту дальше подбор каких-то инструментов где мы будем это все делать они могут быть разнообразными обязательно только в онлайн тестпад можно и удобно использовать и ленингс апс и для разных уроков разный контент разный тип контента обязательно включайте различные варианты различных разнообразный контент который бы охватывал различные органы восприятия зрение слух моторика чтобы работали чтобы лучше было усвоен материал поэтому контент должен быть это изображение визуальное это возможно что-то пописать потыкать попечатать звуковые эффекты и так далее это увеличивает вовлеченность учеников следующий момент это разработка заданий здесь также значит касательно третьего этапа разработки заданий здесь стараемся использовать интерактивные элементы то есть как бы выполняя задания система либо этот ресурс выдает ответ обратную связь особенно это касается когда мы используем принцип формирующего оценения когда ученик понял что что-то не так сделал или сделано недостаточно или сделал хорошо система выдает ответ и он как бы стимулирует себя как сделать лучше ставить перед собой вопросы новые задачи и стремиться к самопознанию постепенная сложность от простого к сложному идем и обратная связь обязательно обеспечим мгновенно обратную связь при выполнении заданий это то есть либо мы либо сам ресурс дает либо мы даем обратную связь значит корректируем и так далее потому что в чем суть обучения с учителем а не с искусственным вентилятором то что мы даем обратную связь мы объясняем мы значит скажем так системы до которой очень сложно еще дорасти искусственный интеллект чтобы с неординарным мышлением и эмоциональным интеллектом мы можем доходчиво например подобрать и объяснить поэтому можно радоваться тому что искусственный интеллект нас на неменит дальше следующий четвертый этап это адаптация под мобильное устройство большинство значит большинство наших слушателей именно сидят с мобильных устройств вот наши студенты вот которые мы проводим членов курсов там у нас студентов вузе 50 тысяч и 70% студентов обучаются с мобильных устройств вот мы выборки делали опрашивали по разным группам все обучаются со смартфона сидят поэтому здесь надо именно адаптировать на смартфон следующее это стимулирование взаимодействия то есть есть такая групповая работа значит понятие значит или формат групповой работы когда мы можем делать проектную работу использовать те средства которые я сказал ВК-сферу ВК-звонки С-борд Минт-мистер и так далее для организации корпоративного взаимодействия когда мы группы вовлекаем учеников создаем команду делаем какой-то проект проектная деятельность ну одна из самых интересных в нашем образовательном процессе также мы можем создавать форумы и блоги то есть мы всегда создаем какие-нибудь тематические значит группы в телеграме и вовлекаем туда учителей учащихся и всегда любой курс который мы организовываем даже я веду на очном занятии например курс учитель системы сети телекоммуникации я всегда делаю телеграм-чат со студентами чтобы быть постоянно на связи отвечать их на вопросы консультировать по заданиям и так далее может быть конечно это сильно нагружает но это дает очень хорошую коммуникацию и быстро позволяет как бы наладить контакт с аудиторией следующий этап оценка и мониторинг результатов это критерия значит здесь для внимания критериям оценки разрабатываем различные прозрачные критерии оценки для интерактивных заданий ну в основном здесь мы используем суммирующие оценки то есть баллы такие по оценкам от 1 до 5 или от 1 до 10 или до 100 если это тест какой-то вот и соответственно смотрим мониторинг прогресса то есть можем например как раз в онлайн тест-пайде отслеживать статистику решения того или иного теста насколько если по урокам можем тоже смотреть следующий момент у нас это рефлексии улучшения всегда после того как мы применили соответствующий EOR мы должны получить рефлексировать и понять где как его лучше еще раз применить поэтому здесь по окончании выполнения заданий всегда проводите с учениками обсуждение что понравилось что не понравилось что полезно для наших учеников было что педагогов мы извлекли и постоянно обновляем материалы регулярно в соответствии с изменением образовательной программы по мере получения обратной связи с учащимися дальше ну и вот здесь вот в интернете можете найти коллектив авторов Андреева Рождественская Ермахов они разработали такой написали такой очень методический труд называется шаг в школу смешанное обучение то есть как образовательные иоры применять в традиционных методах обучения мы стремимся к такой модели что рано или поздно у всех будет смешанная модель то есть мы будем это все использовать и дистант и иоры непосредственно в обычной традиционной системе традиционную классную урочную систему заменить очень сложно это не только традиция это одна из самых эффективных систем надо признать но надо же какие-то элементы вносить чтобы повышать познавательную активность и вот они предлагают различные варианты найдете в интернете там просто ведете шаг в школу там много ссылок на сайте сколько вообще бесплатно можно скачать без проблем я не буду здесь как бы книжку-то давать но я просто значит некоторые моменты заострю ваше внимание первая модель это перевернутый класс какие-то отдельные занятия можно давать исходя из того что значит можно в целом перевести на эту модель но не всегда эффективно то есть какие-то темы можно давать в модели перевернутый класс например мы даем сначала домашнее задание чтобы ученик проработал а он уже приходит с вопросами непосредственно вот сюда в класс и мы здесь отрабатываем материал значит на оффлайн обучение за партой то есть и как подготовлен ну как получается как бы отвечаем на вопросы прорабатываем сложные моменты то есть наоборот не сначала материал потом давать задание сначала материал дома а потом получается отработка это называется модель перевернутый класс модель ротации станции есть фронтальная лабораторная работа с учителем вот здесь как бы работаем сидим за столом в классе есть работа в коллективах группах над проектами есть онлайн обучение то есть идут за компьютер там есть такая возможность в школе есть но это здесь надо на уровне решать администрация то есть то есть какие-то элементы можно делать как бы внедрять например посидели поработали в классе дальше переключились в том же классе повернулись группы создали в коллективном проекте дальше пошли за знаниями что-то делать гуглить доделывать какие-то свои проекты индивидуально непосредственно в онлайне там либо получать информацию учиться выполнять задания это называется модель ротации станции модель ротации лабораторий здесь например если есть возможность то есть много ну достаточное количество компьютерных классов например можно проводить фронтальное обучение в классе в оффлайне потом отработка непосредственно в онлайне с тьюторами то есть и например значит сначала урок математики в онлайне потом в лаборатории урок математики Потом, вернее так, сначала фронтальная, ну, то есть чередование фронтальной работы по литературе, потом в классе, в компьютерном классе. По математике, потом фронтальная работа в оффлайне, потом в компьютерном классе. То есть, как бы переключение между различными лабораториями. Обязательно здесь должны быть тьютеры и так далее. Но эта модель не только для частной школы может работать отчасти, но что-то можно попробовать видеть вообще образовательную школу, какие-то элементы на каких-то уроках. Ну и полностью отход от классной урочной системы. Это гибкая модель, когда у нас ученики как бы приходят в школу, там нет таких четких там мероприятий, занятий там и так далее. И вот здесь получается, как бы, ну, от и до не находится. Мы планируем различные мероприятия с учителем, с тьютером. Есть комната для групповой деятельности, учебная лаборатория, зона для дискуссий, зона социализации общения. Опять комната для групповой деятельности уже меньшего количества человек и, соответственно, пространство для онлайн-учебы. То есть, такие залы приходят, там что-то делают, выполняют самостоятельные задания, готовят ответы к домашним заданиям и так далее. Был я в Ямал-Нинском округе, там попытки такие модели внедрять были. Но понятно, что это надо полностью сверх... полностью перестроить обучение. И здесь, в данный момент, конечно же, это прежде всего будет работа только каких-то частных школ. Идем дальше. Ну и буквально там еще несколько слайдов. Это роль технологии в изменении подходов к обучению. Появляются виртуальные ассистенты чат-боты. Значит, изменяется доступ к информации. То есть, меняется ценность учителя как носителя знаний. Возрастает потребность в объяснении материала и наставничества. Потому что сейчас есть нейросети, которые могут спокойно это, как бы, спокойно это, как бы, вот, выдавать нам эту информацию. И единственное, что надо воспитывать у учеников критическое мышление, не всему верить нейросетям. Пока на данном этапе. Но они обладают такими большими потребностями. Ну, я, например, могу показать своего персонального чат-бота здесь тоже, для интереса. Вот у меня здесь есть чат-бот. Он так перенесу сюда. Видно, да? Это у меня чат-бот, который создан в Телеграме непосредственно. Вот я захожу к нему. Методист образовательных программ называется. И здесь я могу, значит, ему давать задание. Вот я сегодня с ним поздоровался. Здравствуйте. Я могу помочь вам сегодня. Я могу здесь писать ему, например... То есть я здесь собрал нейросети различные, Яндекс, Search, Поиск, Гугл, Поиск. Дальше DL3 модель, то есть в одном месте. И еще там переплетицы тоже в том числе, консенсус сюда тоже добавил, различные сети, нейросети, которые ищут там информацию по поиску по различным базам. То есть собрал в одном месте в Телеграме. Здесь я, например, ему пишу, придумай задачу по физике на третий закон Ньютона. Написал. Укажи правильный ответ. То есть нажал. И вот сейчас давайте подождем. Вот он написал. Два груза, масса такой-то, груз масса, силу, какой силы действует груз. Правильный ответ предлагает решение и предлагает правильный ответ. То есть можно создавать задачи, упражнения, тесты, такого рода чат-боты. И, кстати, эти чат-боты могут отвечать на вопросы учеников и проверять даже задания, которые они могут загружать. Ну и последнее, что я хочу показать, например, нарисую картинку. Нарисую картинку. Картинку северного сияния. Отправляем запрос. Ну, пожалуйста, нарисовал картинку. Вот. У меня есть курс на степике по созданию таких чат-ботов без навыков программирования. Я чуть позже о нем скажу. Если кто-то заинтересовался в этих чат-ботах, могу научить, как это все создавать, делать. Свой персональный нейропомощник, который вам в Телеграме, значит, сделает все, что угодно. Напишет текст, стихотворение, разработает презентацию, нарисует картинку. Значит, то есть это можно без навыков, там, сложных навыков программирования, все это можно делать. То есть вещь интересная, увлекательная. Чуть позже скажу. Дальше. Следующий момент. И вообще я занимаюсь как раз именно интеграцией нейросетей, нейросетями, нейросетей в образовательный процесс. Дальше. Следующие. Появятся и появляются уже адаптивно-образовательные платформы. Ну, развивается, будет внедряться все больше и больше в учебную деятельность, в виртуальную дополненную реальность, где ученик может деть очки, взять специальные предметы и там поработать на станке, там, еще что-то там поделать. Гибкие модели обучения, которые будут подразумевать также, значит, различные форматы, использование различных ресурсов. Плаформа корпоративного учебного взаимодействия с учениками, где не только там можно обсуждать материал, отрабатывать проектные деятельности. Ну и, конечно же, дистанционное образование после COVID-19, да, то есть, когда мы сидели, такой всплеск произошел. Какие-то элементы дистанционного образования тоже, в общем-то, будут развиваться в плане, значит, работы, в плане, например, контроля самостоятельной работы и выполнения домашних заданий. Дальше. Какие актуальные проблемы сейчас? Это технические инфраструктурные проблемы, прежде всего. Наличие стабильного доступа к сети интернет, то есть, отсутствие оборудования. Есть такие точки, где это происходит, это имеется, да, то есть, не стопроцентное покрытие интернетом. Несформированность ИКТ-компетенции, то есть, навык применения ИОР и мультимедиа технологий. Соответственно, есть курсы, соответствующие, которые надо приходить и учиться. У нас тоже в УЗИ есть такой курс ИКТ. Если кому интересно, пишите в группе «Цифровый педагог», напишу ссылку. Каждый месяц набираем и на обучение. Дальше. Мотивация и увлеченность учащихся. Важно разрабатывать привлекательные и интерактивные материалы. И учитывать, это целая наука, чтобы это сделать. И существует целая лаборатория, компания, фирма, которые этим занимаются. Но, естественно, продают не бесплатно. То есть, ну, это продажа уже готового контента. Дальше. Информационная перегрузка. То есть, мы должны формировать критическое мышление у наших детей. В том числе, на предмет использования нейросетей. Что не все там, все правильно генерируется. Следующее. Это неравномерность в оценивании. Традиционная оценка знаний. И в сравнении с оценкой знаний в онлайн-образовании. Значит, есть разные подходы. По-разному могут быть оценены. Поэтому здесь надо и систему оценки тоже менять. И подстраивать под элементы, которые мы используем. Следующий момент. Перспективы использования. ИОР. Ну, еще раз повторюсь. То есть, это все идет в сторону индивидуализации адаптивного обучения. Адаптивное образование. Появится доступ к различным разнообразным образовательным ресурсам. Гибкое обучение и совместная работа. Развитие цифровых навыков. Постоянное обновление актуальности контента. Будет востребовано. То есть, не так, как разработал там учебник, он там висит. Нет. Значит, как бы, чем дальше все происходит очень быстро. Мир быстро меняется. И формирование сообществ, учащихся по определенным тематикам, интересующихся той или иной темой. То есть, это очень интересный аспект, кстати, потому что все сидят на сетях, и формирование таких сообществ позволяет, ну, их надо тоже модерировать умеет, потому что там иначе начнут скидывать все, что угодно. Ну, Телеграм-каналы всевозможные дела для завлечения учащихся по определенным дисциплинам, предметам и так далее. И вот информационные ресурсы, отчасти которые я взял, то, что новое. Значит, Минпросвещение России обновило список ООР 24-го года. Здесь вы можете по ссылке еще раз посмотреть. И дальше. Группа «Цифровой педагог». Вступайте. Вот есть ссылка, вот есть QR-код. Поддерживайте со мной связь, задавайте вопросы, спрашивайте, я все время отвечаю, помогаю. И следующий момент. У нас сейчас идет курс применения искусственно-интеллектовой работы с преподавателем. Он уже прошел у нас две субботы, но если кто хочет, то здесь вот есть лендинг-пэйдж этого курса. Можете посмотреть программу, записаться. Еще я вот в очном формате мастер-класса работаю две субботы. И, значит, курс также проводится в записи. То есть все уроки доступны, материалы доступны. Очень интересный курс, благодаря которому вы просто сразу вырастите на голову, значит, в плане того, что вот как использовать генеративный искусственный интеллект. Здесь надо знание математики, ничего. Все это очень просто. Мы объясняем на доступных примерах, как создавать материалы, как создавать презентации, как создавать аудио, видеоконтент, аббатары, озвучивать ролики. Много-много чего интересного. Как создавать интеллектуальные игры. Вот все мы делаем на этом курсе. Ну и недавно у меня вышел тоже курс. Называется «Легкий старт. Создание чат-ботов без навыков программирования». То есть никаких навыков программирования здесь не надо. В Телеграме и на Степике я записал курс, где можно освоить. И, соответственно, вот получать такие чат-боты, которые будут вам упрощать работу по разработке контента, подготовке к занятиям. И, соответственно, также, значит, будут отвечать на вопросы ваших учеников и так далее. И как посетителям вебинара я вам здесь написал промокод. Только вы можете им воспользоваться, если интересно. Если данная тема интересна. На этом все. Спасибо за внимание. Так, сейчас я отвечу на вопросы, если вопросы есть. Так. Спасибо за интересный вебинар. Лена Павловна Пацибина. Могли бы вы дать электронный адрес доступа к вашей платформе? Вот он здесь. Пожалуйста, вот. Цифровой педагог. Можете это сканировать. Вот и ссылочка. Можете задать просто в интернете, в Телеграме. Цифровой педагог тоже выводится. Так. Дальше. Без договора работать можно, Наталья Казаковцева просит. Это просто если вы хотите создавать там систему СДО. То есть там курсы прямо по дисциплинам размещать. А так отдельные уроки по дисциплинам и тестам можно без проблем. Так. Хорошо. Ну, больше вопросов. Сейчас раздел вопросов еще посмотрю. Больше вопросов нет. Вроде бы. Так. Ну, если понравилось, ставьте лайк. Кому понравилось, напишите по 10-бальной шкале, понравилось или нет. Насколько было интересно. Даже 20 баллов. Коллеги, я по поводу курса говорю, кому интересно, приходите. Будет тоже интересно. И, значит, как бы есть продукты, которые мы предлагаем, и для вас большими очень скидками. Ну, приходите еще на следующие вебинары Директ-Академии. Также вступайте в группу «Цифровой педагог» и, соответственно, будем поддерживать связь. Скоро состоится конференция по искусственному интеллекту. По проблемам использования искусственного интеллекта я потом в группе тоже размещу приглашение. Приходите. Это бесплатная конференция. Можете тоже послушать. У меня там тоже запланировано выступление 25 октября. То есть мы как бы проводим всякие мероприятия бесплатные, вебинары и так далее. Коллеги, спасибо за высокую оценку. Я очень рад, что вам понравился материал. И презентацию также можете взять и использовать в своей работе. На этом я буду с вами прощаться. Передаю слово Татьяне Викторовне. Спасибо. Очень приятно, что меня выслушали, пришли на вебинар. Спасибо за высокую оценку. Я очень рад, что вам понравилось. Я очень рад, что вам нравятся наши вебинары. И надеюсь, что мы еще раз с вами увидимся на последующих мероприятиях. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.